Дорогие соотечественники! 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 Мы люди современные, мы все такое, люди интернета. Насколько ошибочна эта точка зрения и почему? Я думаю, что она не просто ошибочна, она еще и вредна по той простой причине, что она отрывает пуповиду, к которому мы привязаны. Ведь мы не можем забыть своих отцов, матерей, дедов, прадедов, потому что это прямая жизненная связь. Относительно того, насколько важна история, говорили еще древние, в Древнем Риме, магистра Эст Витая. История Эст Магистра Витая, то есть эта история наставница жизни. Без того, чтобы наставлять, без того, чтобы показывать ошибки прошлого, невозможно построить ни настоящее, ни будущее. Она дает нам возможность не только обойти конфликтные ситуации, пользуясь конфликтными ситуациями прошлого, избежать конфликтных ситуаций сегодняшнего дня. Не случайно. Еще и главное понять, а кто мы такие? И кто те, которые нас огружают? Я хочу вам сказать, что все мы люди. Потому что мы все откуда-то. Виктор, все мы люди. Из какой-то традиции. Мы не с неба марсиане упали. Знаешь, самое интересное заключается в том, что все мы живем, как будто мы бессмертны. Каждое поколение ему. Не только, каждый человек. Молодое. Каждый человек. Каждый человек. Он живет, так сказать, программируя свою жизнь на завтрашний день, на послезавтрашний, на отдаленное расстояние. И там до бесконечности. Но вот что самое интересное, ведь когда мы говорим, кто есть и откуда мы пошли, кроме Библии ничего не сказано об этом. Мы пошли от Адама и Евы. То есть у нас есть конкретные прямые родственники, от которых произошли все мы. Во всяком случае, так я считаю. Поэтому, когда мы говорим, кто мы есть и что мы есть, мы есть люди. Люди творения Божьих. И самое главное, на мой взгляд, это вот содержать и сохранять в себе вот эту основную ипостась, человеческую. Человеческую ипостась. Потому что она дает нам возможность равным образом относиться уважительно к прошлому, равным образом относиться уважительно к себе и равным образом относиться уважительно к нашим соседям, к тем, кто нас окружает, с кем мы постоянно контактируем, с кем мы общаемся, потому что ничего более значимого в общении, нежели уважения, не существует. Нет уважения, начинается конфликт. Особенно между соседями. Помню, мой покойный отец, царство ему небесное, говорил, мы его эти, здесь по скопать еще не в рей, да где вещей на эскопаре. Он говорит, можешь от кого хочешь избавиться, от друзей, даже от родней, но от соседей ты никуда не избавишься. И в этом есть большая доля истины. Это так. Я хочу вспомнить другую поговорку, да не поговорку, а притчу. Нельзя бросать в двор человека камни, когда у тебя стеклянная крыша. Очень непростое занятие. Так что, когда мы говорим об общении, когда мы говорим об том, откуда мы есть, кто мы есть, с кем мы были, первое и основное, это необходимо относиться уважительно к этому прошлому. И вот сегодняшний день это большая проблема. Большая проблема и для исследователей, потому что нередко исследователи впадают совершенно, так сказать, в крайности. Обливая грязью, или же очернивая, или же обеляя кого-то. Честно, откровенно говоря, прошлое не требует от нас обелять или очернять. Оно цветное. Совершенно верно. Громе того, оно единственное, что просит. Понять, принять и не повторять. Или наоборот, учиться и повторять то, что приводило к успеху. Невозможно повторить. Повторить нельзя, но какие-то элементы, какие-то тенденции, они, безусловно, присутствуют в нашем современном мире. Я почему говорю, что это известно, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Будучи послом в Китае, ты прекрасно знаешь этот поговорок. Все эти парадоксальные истины, они парадоксальны, но это истины. Кстати, в китайской, не просто восточной, а дальней восточной традиции, они смотрят на мир как на постоянные перемены. Они говорят, что мир не просто эволюционирует, он все время в изменении. Поэтому постичь смысл изменений можно только на каком-то историческом этапе. А у человека другого опыта, кроме опыта прошлого, реального опыта, нет. Поэтому у китайцев вот такое священное, буквально, отношение к своей истории и истории окружающих племенов. Виктор, но я тебе хочу сказать следующую вещь. Ведь у нас опыта, кроме прошлого, нет. А у кого он есть? В будущем его нет, в будущем не состоялось. А у кого он есть? Да ни у кого, ни у физиков, ни у лириков. Так что я постоянно вспоминаю великолепную фразу немецкого философа, классика философии Гегеля, который говорил, что история заканчивается сегодня. Потому что завтра еще не наступило. Завтра еще не произошли события, общение и так далее. Завтра – это только чувство, два. Чувство надежды и чувство страха. Мы живем с чувством надежды, что произойдет в будущем. И страх, что не произошло. Совершенно верно. Собственно, чем отличается, как говорят, человек от своих меньших собратьев? Вот это необычное пребывание в будущем, в каких-то мечтах о будущем, представлениях, ожиданиях, страхах, которых как раз-то и вот эту двоечку, значит, надежда и страх. И стремиться осуществить надежды и избежать вот этого страшного. Собственно, это главные мотивы, которые движут человеком в любой сфере его деятельности. Гегель как диалектик, который понимал, как и древние китайцы, суть перемен, суть изменений, абсолютно прав. Вел диалектику. И вот что делают люди, политиканы, назовем их так, всякие недалекие где-то, может, люди, другие из корыстных побуждений, когда они пытаются представить какие-то народы, вот возьмем, скажем, ту же самую Османскую империю. Вот там турки такие-сякие, да, понятно, с точки зрения, скажем, религиозной вражды или еще каких-то, безусловно, войны, а где они не велись, эти войны? Вон, вся Европа полыхала в войнах, даже чисто католическая, чисто христиан. А кто не воевал, батенька? А сейчас не воюют в мире. Но вопрос заключается в другом, что, безусловно, ведь Османская империя, османы, они же приветствовали у себя, и это известно абсолютно достоверно, всякие, даже было время, вот при Сулеймане, Магнифике, там, великолепном, знаменитом, когда собирали лучшие умы Европы, которые бежали из Европы, бежали от преследований церкви. Ну, возьмем даже тех же, скажем, знаменитая, когда Изабелла католическая, значит, испанец, и, значит, ее муж, правитель Арагона, они же евреев изгнали, там, чуть ли не 48 часов, и все, и до свидания. 48 часов. Значит, и вот, ну, им двое суток буквально дали, почему? Чтобы люди не успели собрать богатства какие-то, что, просто беги, спасайся, кто может. Их же приютила тогда Турция. Да, но не только их. А сколько бежали, ну, еретики, не еретики, но люди науки, люди точных знаний тоже бежали, и приют находили именно в Османской империи. Не будем забывать, что они в религиозном отношении были довольно, как сейчас принято говорить, толерантны. На самом деле, не на жаргоне вот этом политкорректности, а на самом деле, там, я, насколько помню, надо было на 10% больше какого-то налога платить, и, пожалуйста, верь в своих богов, верь, занимайся. Правильно, а если не было денег? Не, имелось в виду налоги. Я понимаю. Если нет налогов, ну, нищий, что с нищего возьмешь? Ну, я о чем хочу сказать, что вот этот взгляд на Турцию, как какие-то исчадия зла, исчадия ада и так далее, я думаю, что они не совсем верны, потому что очень многие тогдашние, так сказать, просвещенные государства молотили друг друга, почем зря жгли, убивали все эти, вон, 30-летние, 100-летние войны, мы знаем, сотрясали в Европу, да и, вон, первая и вторая мировые войны. То есть, я о чем говорю? Вот ты, как историк, как человек, который архивы исследовал, который общался с цветом турецкой образованной интеллигенции, скажи, пожалуйста, вот какие, на твой взгляд, были вот позитивные факторы взаимодействия между культурой молдавского древнего и позже государства, и вот это, и турецкого, не забывая, что на их территории был и Афон, и христианские, и вот эти монастыри. Я тебе хочу сказать... И они не разрушали их. Виктор, надо, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять... То есть, где позитивная... Позитив в любом можно найти. Так же, как и негатив. Вопрос, что мы ищем. Если мы ищем ответ на поставленный вопрос, что из прошлого влияет на сегодняшний день, так надо обратиться, в первую очередь, к тому, к пониманию того, что Османская империя – это удивительный конгломерат цивилизаций. Мало кто помнит, мало кто знает о том, что Османская империя, она основалась на той территории, где было шесть цивилизаций, мировых цивилизаций, из которых наиболее древние, я имею в виду Шумер и Акад, Междуречие, как раз в той зоне. А потом и Египетская? Было время, Египет принадлежал... Он входил в состав. Так я и говорю, что здесь мы говорим, как минимум, о шести мировых цивилизациях. И это все впиталось в культуру, в цивилизационный слой османского государства. В немалой степени и сам язык османский, или осмалинджа, старый турецкий язык, он состоит из трех основных языков. Речь идет о фарси, то есть персидский язык. Речь идет об арабском языке, и речь идет о тюркском языке, который простонародным был. Я вам хочу сказать, что, допустим, литераторы, поэты, прозаики в значительной степени использовали как раз фарси для своих произведений. В духовной жизни использовалась арабская вязь, или арабский язык. В бюрократической системе это турецкий язык. И в обыденной речи. Обрати внимание, насколько богат и насколько корни вот этой культуры. Колоративен этот мир. И в значительной степени те, кто попадал из Молдавского княжества в Османскую империю, в первую очередь в Константинополь, столицу Османского государства, он попадал не просто в сердце Османской империи, он попадал в космополитический центр. Потому что в 18 столетии, в первую половину 18 столетия... То есть центр скрещивания массы культуры. Виктор, представь себе, что население, или, так сказать, религиозный состав, или этнический состав столицы Османской империи на 40% составляли православные. Вот как? Представь себе, это 40%. Это люди, которые работали в различных областях. И никто их не притеснял? Нет. Говорит, что не было притеснений. Я думаю, процентов 10, налога на... Мне трудно сказать, по той простой причине. Притеснения были, всякого рода. И на бытовом уровне, и на государственном уровне. Вопрос в другом. Ты задал вопрос о том, что обогащался ли человек. Да, да, да. Естественно, обогащался. Потому что, находясь в этом горниле, в этом симбиозе различных культур и цивилизаций, он волей-неволей воспринимал и впитывал в себя. Конкретные примеры. Это семейство и Кантакузиных, семейство и Кантемиров. Да и многим, многим нужно назвать, которые были воспитаны, которые обучались, которые впитали в себя великолепные и богатые. Причем одни из греческих, другие из татаров-нагайцев. Не имеет значения. Речь идет о том, что они становились тоже людьми мира. То есть, интернациональный фактор был доминирующий. Не случайно, тот же Дмитрий Кантемир, он, по сути дела, стал симбиозом Востока и Запада. И в немалой степени его воспринимают, как человека, продвинувшего науку, искусство. И случилось это в Стамбуле. Я так понимаю. Константинополь. Совершенно верно. С другой стороны, рациональность... То есть, он как культурный деятель вырос... Он не только как культурный, он и как политический деятель. Потому что турки в значительной степени воспользовались, после того, как они захватили Константинополь, разрушили Византию, они воспользовались интеллектуальными богатствами Византии. Огромное количество греков, они служили в чиновничном аппарате Османской империи. Переводчиками, писарями и так далее. То есть, их традиции государственности... Во многом были переняты. Это очень интересный факт. И еще один очень важный момент, который не следует забывать. Ты упомянул Сулеймана Великолепного. Это так. Но ты не забывай, что его... Окружение... Что его время, оно выпадает на период Ренессанса. Период Возрождения. То есть, здесь пересечение... Это общечеловеческий был... Было какое-то... Академия Конрад говорит, что оно затронул Ренессанс. Это взрыв был интеллектуальный. Общечеловеческий. Совершенно верно. До Китая доходило. Это можно найти в любых государствах и в любых культурных слоях Европы и Востока. В том числе и в Молдавском княжестве. В том числе и в Молдавском княжестве. Не случайно на период 15-16 веков выпадает самая большая активность молдавских господарей, как ктиторов монастырей и церквей в Греции, на территории Османской империи. Речь идет о монастыре Заграф, речь идет о монастыре Ватапет и так далее. И кто из мужчин имел счастье побывать на Афоне, они увидели результат вот этих спонсорской или ктиторской деятельности, лучше сказать. Практически спасательной, потому что они спасли вот эту православие. Это были центры интеллектуальные православия. И они в немало степени не только спасли, они дали возможность расширить и развиться православию и книжничеству в первую очередь православному на всем пространстве православного мира. И если даже внимательно посмотреть на кириллицу, которая возникла задолго, задолго до османского, так сказать, вторжения и завоевания, мы заметим, что это кириллица, основные буквы и система счета жутко напоминают греческую. Отличия минимальные. Но речь не идет о том, как кириллица. Это приспособленная греческая. Я вернусь к тому, о чем ты начал. Вот посмотри, у меня много есть старых молдавских книг, все на кириллице. И я смотрю, чтобы передать, допустим, букву «ы», которой нет в греческом языке, они берут букву «сы», переворачивают вверх ногами, и она считается как «ы». И очень много вот таких приспособлений, которые говорят, что о числах, как во всех старомолдавских книгах, числительная система… Буквенная. Буквенная. Совершенно верно. Там ставится такой значок, что типа тильды, который говорит с этого момента «а» – это один, а, допустим, «д» – это четыре, а «е» – это пять, «е» – это эпсилон греческий. То есть мы видим, что даже вот через письменность вот эту вот, что до нас доходят, и в том числе и через Константинополь, и как древние, и так при Османах, вот эта греческая культура, и она продолжала развиваться, несмотря ни на что. И она… А наши контакузино, которые и на наших тронах сидели, и в Бухарецких сидели, это же, опять же, это же греческая фактически династия по происхождению. Я о чем говорю? Что огромное спасибо туркам, вот турецкой, османской, что они сумели вот все эти культурные течения каким-то образом объединить, переплавить и продолжали, как ты правильно сказал, на мой взгляд, развивать. То есть там было развитие, там не стагнация. Я хочу сказать, что говорить спасибо, в общем-то, это чрезмерно смело сказано. Не, мы как-то обгадить какой-нибудь народ, большие мастера, спасибо сказать, язык не поворачивается. А вот я говорю, спасибо турецким тем умным людям, которые вот это сохранили, благодаря которым это дошло до нас. Это так, но с другой стороны, я не думаю, что те тысячи, десятки тысяч православных людей, которые были угнаны в рабство, которые были убиты, скажут спасибо за все это. Или те монастыри, которые были разрушены и разбиты, тоже не скажут спасибо. Я думаю, из-за того, что крестоносцы столько погубили на Востоке людей, а погубили они немерено из-за своих амбиций, то, что натворили, не дает нам повод не сказать спасибо тем многим францисканским и другим монахам, которые сохранили творение Аристотеля, которые продолжали изучать это. То есть от того, что творят политики, от того, что творят политиканы, и то, что творят культурные люди в данных народах, мы должны как-то это отличать. Понимаешь, в чем дело? Говорить спасибо первым и, конечно, осуждать вторым. В любом государстве, в любой цивилизации постоянно борются две тенденции. Это разрушительное и созидательное. Совершенно верно. Вопрос в другом, что преобладает, и вот это преобладание в значительной степени и определяет дальнейшее развитие и самого общества, и самой этой цивилизации. Не случайно, когда преобладают разрушительные, деструктивные силы, уничтожается и государство, и цивилизация. Мы имеем огромное количество примеров, начиная с античности и до субъекта на нынешнего дня. Вопрос в другом. То, что остается, мы в состоянии использовать и в состоянии восприятия. Осознать это. И осознать это. Это самый главный момент. И второе. Ты совершенно верно отметил, что в прошлом были огромные потери. Людские, интеллектуальные потери, материальные потери. Но в том-то и состоит мудрость людей сегодняшних, которые научились прощать. Вот не случайно. Та же самая католическая церковь принесла извинения официальные за те разрушения, за человеческие жертвы, которые были осуществлены в период крестовых походов. Это было сделано. Вот папа, причем официально об этом сказал. То есть это тоже путь к примирению, примирению прошлого и настоящего, чтобы не искать в прошлом только вражду. И продолжать ее. К сегодняшнему днему, понимаешь? А для того, чтобы не повторить эту вражду. Для того, чтобы не создать условия, которые ведут к конфликту, к разрушению, к уничтожению самого себя и человечества в целом. Потому что странным образом, вот иногда так думаешь, что Маркс был прав, когда говорил, что не может быть свободным народ, который угнетает другие народы. И если хорошо внимательно посмотреть, а что разрушило Рим, а что разрушило хименицкую, любую державу, бесконечные войны. Войны подтачивали. Не только это. Противопоставление себя другим. Да, и это было самоуничтожение фактически. Не случайно вот в Греции было, так сказать, ойкумена. То есть это граница цивилизованного мира. За ним это уже были варвары, это были не люди. Варварикум, как кремляне говорили. Так что? Итак, беседуя о роли турецкой культуры, турецкой цивилизации, мы приходим к выводу для многих наших соотечественников неожиданному, что турки – это не только угнетатели, турки – это не только войны, турки – это не только какие-то, что в памяти народные, сражения за веру против неверных и так далее. Турки, как и всякий народ, который имеет, безусловно, позитивное начало, любой народ имеет в себе всегда. Нет народов только плохих и народов... Вот как ты говорил именно об этом, о позитивном начале, мы им очень многим обязаны в том плане, что многое сохранилось и продолжало развиваться, несмотря ни на что. Второй момент. Вот о православии. Турки не строили мечети в Молдове. Это был договор. Это было одно из условий. И он свято соблюдался, уже не было Штефана, не было его даже потомков, мушатины сменились на других, а это свято соблюдалось. Как ты считаешь, вот это в хорошем смысле слово, толерантность, терпимость дурок, ненавязывание ислама, ненавязывание, оно сыграло определенную роль в сохранении древних молдавских культурных традиций? Виктор, надо помнить следующую вещь. Все зависит от обстоятельств и политической конъюнктуры, и военной конъюнктуры в том числе. Молдавское княжество находилось на периферии Османской империи. И необходимо было делать все возможное для того, чтобы с одной стороны удержать эту территорию, а с другой стороны не создать условия, которые бы... Не провоцировать сопротивление. Совершенно верно. Вот это в немалой степени и определяло сохранение церквей. Но не будем забывать и следующее, что строительство новых тоже не позволялось. Строительство новых церквей не разрешалось. То есть они шли по пути ни вашим, ни нашим. Второй момент. Когда мы говорим о православии, допустим, в центральных пошалыках Османской империи. Пошалыки провинции по-нашему, да? Совершенно. Это губернии. Губернии провинции. Так вот смотри, Болгария, Сербия, они были пошалыками. Хорватия. И я хочу сказать, что там процесс мусульманизации был очень сильный. Не случайно. Ну вот Хорватия, Босния, Хорватия. Ну Хорватия это католики, да. А вот Босния, Герцеговина в значительной степени. Албания, кстати, тоже самое. Они же во время Османской империи в значительной степени стали мусульмами. Перешли от христианства. Так что процесс, так сказать, исламизации был достаточно сильный. Но еще раз тебе говорю, они одновременно и уважительно относились к другим религиям. Один пример только приведу. Чего не скажешь о католическом Риме. Почему? И там были расписаны. Но я приведу пример. Диего де Ланда, это, кстати, образованнейший человек, благодаря которому мы хоть чего-то знаем о Майя и других древних. Именно он сжег эти свитки Майя, объявив их, что там Крамола и все такое. А, иеретическими. Иеретики там и тому подобное. Я хочу пример привести к тебе. В 1711 году, во время прусского похода, один из воинов армии Петра Великого попал в плен. Вот он был продан в рабство татарами в Анатолийскую часть. И он там служил у хозяина, почти на положении раба. Но настолько верующим и приверженным был православию этот человек, что с течением времени его начали воспринимать как святого. И когда он скончался, вот в 50-е годы 18-го столетия, его нетленные мощи были объявлены святыми. Канонизировали. И он стал святой Иван Русский, мощи которого находится сейчас на Афоне. То есть, скажем так, в среде ислама мусульманской он был канонизирован как святой, несмотря на то, что он был другой. Совершенно верно. Поразительный факт. Еще раз говорю, в любом государстве, в любой цивилизации можно найти и положительные, и отрицательные вещи. Вопрос в том, что преобладает. Но по-любому я все-таки считаю, что склоки, драки, войны, вся эта поножовственная, все. Рано или поздно, когда это сходит, на поверхности почему-то остается то позитивное, что одни народы передавали другим. Вот парадокс. То есть, в данный исторический момент историки пишут, тот наехал на того, тебе побили того-то. А когда длинный этап развития смотришь, а ведь это культурное наследие не только наше, а еще наших соседей. Ну, посмотри, интерференция культур, цивилизации. Как говорится, Петри или Ромен. Аппо Седуте, да, Петри или Ромен. Я тебе хочу сказать, что интерференция культур, цивилизации, она на протяжении всей истории человечества была, есть и будет. Мы говорим о влиянии османской культуры. Мы даже иногда не отдаем себе отчет, насколько сохранилось это влияние по сегодняшний день. И насколько оно значимо? Вот румынский историк, в немалой степени литературовед, Суцу, он сделал словарь, составил словарь. Турецких слов в румынском языке. Сколько там, представляешь себе, сколько сохранилось слов турецкого происхождения? Ну, я думаю, там немножко и куманских, и тюркских. Он не делает различных. Турцких. Да, тюркских, будем так говорить, потому что речь идет о татарских словах, татарский язык. Так вот, более 1300 слов. Ну, так это, извини меня. 1300 слов. Ойлочки, людоедки, словарный запас. 33, да. В 100 раз меньше. Вот представь себе, 1300 слов. Это море, океан слов. И главное, что до сегодняшнего дня мы пользуемся этими словами. И масса, и кушак, и таван. Это... И часто, вот я заметил, в молдавском языке есть много такого пиаративного. Ой, турку ли мы, имеется в виду, что что-то такое варварское, недалекое. Нет, это в области ментальности. Нет, такой бытовой, бытовая глупость. Если я посмотрю на современное развитие Турции и сравню со современным развитием Молдавии и даже Румынии, или Украины, турки на голову выше нас. Так что не нам считать их варварами, какими-то отсталыми. Тут извините. Давай мы не будем сопоставлять времена. Не, не, это очень важно. Почему? Потому что очень часто в народе есть как и положительные, но так и есть и отрицательные традиции, которые вот на... да вообще их часто и культивируют. Я хороший, яичный, 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 вот это человеческое ненавистническое. Мы на Украине сейчас наблюдаем. Но глупость человеческая не имеет правила. Да, но она страшная, эта глупость, своими последствиями. И вот задача людей, которые говорят о культуре, об истории, вот мне кажется, вот и программа «Позиция», мы всегда это проповедуем, чтобы научиться смотреть на другого человека, другой религии, другой национальности, другой культурной традиции. А мы с этого начали, с уважения. Как ты сказал, вот с Библии, как на пра-пра-пра Адама и Евы. То есть мы, в принципе, вот почему я считаю, что вот плохое уходит, все это куда-то история сносит, а вот положительное накапливается. Потому что человек, как говорят, светоносное начало имеет. И накапливается, вот светоносное начало. Я не думаю, чтобы зло было тем, чтобы накапливалось, иначе нас разорвало давно на куски. – Я возвращусь к тому, что ты отметил, относительно влияния и значимости для нас, для нашей культуры Молдавской. – Да, да, вот ты как посол, как ученый-исследователь для истории. – Крупного соседа, каким является Турция. – Что ты скажешь? – Мы до конца не осознали, в какой степени вот это пересечение этих культур или цивилизации, оказало воздействие на нас и наше на их в то же самое время. Я упомянул только лишь о лингвистических вещах. – Ты рассказывал, что Дмитрия Кантемира до сих пор там боготворят за то, что он сделал одно из мощнейших исследований по корням турецкой музыки. И говорят, что это уникальный труд, ценный до сих пор. – Нет, не только, он же ввел нотные знаки, которые позволили устной музыкальной культуре перейти уже на бумагу. И это дало возможность передать этот культурный пласт, это наследие из древности к сегодняшнему дню. Это один момент. А второй момент – история взлета и падения Османской империи, написанной Дмитрием Кантемиром, в значительной степени открыла перед Европой целый мир османский. – Но не будем обращать внимание только на 18-е столетие. Давай вернемся к нашим дням. Сегодня тысячи наших сограждан ездят на отдых в Турцию. Действительно, я могу привести тебе пример, что… – Да я сам там плавал на яхте под парусами именно на южном подбережье Турции. – Вот считай, что наивысший подъем, это было где-то года три назад, 42 тысячи граждан Молдовы посетили Турцию как туристы. Но абсолютное большинство из них посещает только побережье, для того чтобы покупаться в Средиземном Элигейском море, забывая, что рядом огромное количество исторических памятников Древнего Рима, Древней Греции, Византии, огромное количество памятников христианской культуры. – Там родина самого святого Павла, от которого, собственно, христианство… – А святой Николай? – Да, Миреликийский. – Конечно. – Так я тебе хочу сказать, что вот эти памятники, сохранившиеся до наших дней, они дают великолепнейшую возможность погрузиться в этот исторический пласт, в этот культурный пласт и взять, принести его с собой, потому что это не только материальное, это еще и духовное, это интеллектуальное богатство. – И самое интересное, что этот пласт, святой Николай Денькуй, вспомним, он живет в народной памяти, в народной традиции. – И самое важное… – Санта-Клавус, он же тот же самый. – Это то же самое. Но я тебе хочу сказать, что вот надо сказать благодарность и народу Турции, и руководству Турции, что они не только сохранили, они открыли сейчас это все, они открыли это миру. То есть есть возможность приехать, пощупать, посетить, походить по тем камням, по которым ходили еще древние римляне, по которым ходили святые отцы. То есть это трудно передать, насколько это значимо и насколько это важно для сегодняшнего дня и для дня завтрашнего. – Я думаю, что вот сейчас, под самый конец передачи, которая вот начинает уже тикать, потихоньку хрономец чувствует, истекает, что мы пришли, вот ты вот сейчас высказал, самое, на мой взгляд, главное, что самые различные культурные завоевания, вот то, что остается после всех войн, дряз, конфликтов, всякой мерзости, вот то, что накапливает человечество, вот Турция является вот тем самым хранилищем этих ценностей и продвижение этих ценностей, и радиацию их в окружающий нас мир. – И мы надеемся, что вот эти тенденции, которые сейчас проявляются у нас в стране, когда мы должны понимать, что мы должны ориентироваться не только на Запад, и не только на Восток, а еще и на Юг. – Мы должны быть открыты миром. – Мы должны быть открыты всем. – Совершенно верно. – Потому что весь окружающий нас мир, его нельзя делить на черный, белый, еще какой-то. Этот мир цветной и все вот это богатство, все вот это многообразие надо развивать и сейчас, опираясь на наше вот это общее прошлое, на то, что хорошее в нем было, есть и, я надеюсь, прибудет вовек. – Дай Бог. Единственная вещь, которую я хотел бы дополнить, чаще для того, чтобы решить какие-то либо проблемы, внутреннего характера, мы ищем врагов вовне. А враг всегда внутри нас. Вот победить этого врага внутри нас и открыться миру – самая большая цель и задача, стоящая перед нами. – Большое спасибо. – Спасибо. – Дорогие соотечественники, вот мы и побеседовали о том, насколько важно понимать, что все окружающие нас народы, цивилизационные и культурные массивы, живые люди с живыми историями, живыми проблемами и бедами очень важны для нас, для всех. Очень важно понимать, что и Восток, и Запад, и Юг всегда питали нашу культуру, всегда питали наши надежды, а порой и страхи. Если хорошо подумать, страхи тоже важны, потому что страх не зря дан человеку природой. Он говорит, внимание, внимание, будь осторожен, не делай глупостей. А надежда, она нужна, опять же, природа не зря наделила человека вот этой надеждой, желанием. Она дает человеку крылья, она дает человеку творческий задор, она делает человека в самой тяжелой, в самой плачевной ситуации, светоносным и желающим добра себе, своим окружающим и своим близким. Спасибо за внимание. С вами была авторская программа «Оппозиция» и я ее ведущий, вечнолюбящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич Борщенко